Здравствуйте, это Соловьё Марина и в этом видео я хочу вам рассказать о моем опыте использования шампуня против выпадения волос и разогревающей маски. Я все это купила еще тогда, когда только все это вышло. Но как оно часто бывает, купила и забыла, и все, вот руки не доходят. Это же нужно нанести и ждать 5-10 минут. Я обычную маску для волос вместо 2 минут держу, там, секунд 30, наверное, пока с одной стороны тут нанесла, там, все, в общем, это происходит очень быстро. Вот, и подарила весь набор, у меня были ампулы, по-моему, шампунь был, не был, не помню, и разогревающую маску, вот точно я подарила разогревающую маску и ампулы, которые идут в этой же серии своей невестке. То есть, это жена моего брата. Она очень любит ухаживать за волосами, у нее очень много масок, там, всего, в общем, длинные, красивые волосы. И она, знаю, постоянно покупала какие-то такие штуки для того, чтобы волосы были еще лучше. Вот подарила. И она сказала, что начала пользоваться, на Новый год подарила, она начала пользоваться где-то вот с начала января. И сейчас, к середине марта, она приходит и говорит мне, Марина, я просто, говорит, в шоке от этой разогревающей маски. Я один раз намазала, второй раз, а потом, говорит, поняла, что эта маска делает волосы, ну, не просто, да, они расти начали. То есть, прикорневые вот эти вот маленькие такие отросточки, их просто стало гораздо больше. То есть, волосы стали расти. И она, говорит, прям приятно вот так вот делать волоса, потому что они очень мягкие почему-то после этой маски. Вот. И нахвалила мне, нахвалила. Я тоже решила достать свою. Я все-таки себе заказала. Заказала шампунь и разогревающую маску на ампулу. Тогда, по-моему, мне не хватило скидок. Ну, а без скидок я ничего не покупаю. Ампулу, кстати, она одну попробовала, но потом тоже, вот, видимо, лень была ей еще другие ампулы доставать. Но я ей сказала, сейчас обязательно достань и расскажи, что будет дальше. Сейчас я вот так вот немножко сделаю. Вот. Так что, про ампулы пока ничего не расскажу. Расскажу, как я достала эту разогревающую маску и нанесла себе на волосы. Способ применения меня удивил. Мне почему-то казалось, что нужно на сухие волосы наносить. Но, оказывается, после мытья головы подсушите волосы полотенцем и нанесите маску массирующими движениями на кожу головы. Оставьте на 5-10 минут, затем смойте водой. Что я и сделала. Оставила на 5-10 минут, смыла водой и смыла не до конца. И что вы думаете? Во-первых, у меня жгло кожу на голове весь день. Я это сделала с утра, перед работой. То есть, второй раз помыть голову у меня возможностей в течение дня не было. Мало того, хочешь не хочешь, в течение дня мы каким-то образом поправляем волосы, за уши, там еще что-то. Все равно прикасаемся к голове. И потом вот этими руками, когда я трогала лицо или там, не знаю, помаду подправить, все, у меня жгло абсолютно все. Я промучилась весь день и задала вопрос в чат. У нас есть вайбер-чат у нашей команды. Задала девочкам вопрос. Мне сказали, нет, такого нет. Позвонила своей Иринке, она говорит, у меня такого нет, но надо тщательно промывать. Видимо, я промыла не тщательно. Я же все время куда-то тороплюсь, мне надо все бегом-бегом. И в общем, я эту маску плохо смыла. Это было просто испытание в течение дня вот этим сжением. Я думаю, да что ж такое, мне то помада попадется, 3D эффект, да, поп-дива, которая с эффектом сжения на губах. То теперь вот эта маска. Я еще сидела и думаю, ну, наверное, вот в мою помаду точно кто-то масочки вот этой вот добавил, что она жжет. Больше вот никому не жжет. То есть не то, что больше никому, а больше никакая не жжет, судя по вашим же отзывам. А именно вот эта жжет. И, кстати, давайте я сразу расскажу про помаду. Эту помаду я вот отдала Ирине. Говорю, Ир, ты, пожалуйста, посмотри, может быть, действительно у меня какая-то чувствительность от этой помады не такая. Она говорит, нет, она тоже мне пощипывает губы. Это не сказать, что это жжет. Губы пощипывает, но пощипывает. И плюс ко всему, она говорит, она у меня точно так же скаталась вот здесь вот в полосочку, хотя я ничего еще и не делала. То есть не разговаривала, ни чай не пила, вообще не шевелила ртом, а она вся скаталась. То есть вот эта помада 44004, она с каким-то дефектом вот в этой серии. Вот. Ну, все, это лирическое отступление. Теперь расскажу про маску поподробнее. Я видела отзывы, говорят, что жжет, нетерпимо жжет. Я такого не почувствовала. Она действительно немножко обжигает. Да это даже не обжигает, это немножко греет голову. Вот это правильное будет слово. Греет голову и все. И никаких ощущений, что это надо терпеть, что это там какой-то ужас, что кажется, что сейчас голова горит, лично у меня нет. То есть на помаду такие ощущения есть, а на маску нет. А хотелось бы. Мне кажется, что чем больше жжет, тем больше эффект. Ну, раз тут не написано, что можно на сухие волосы наносить, мне кажется, мешает вода, разбавляет эту маску. Да, волосы же влажные. И из-за этого эффект жжения не очень большой. Возможно, на сухие волосы эффект жжения был бы больше, но я не буду экспериментировать. Вот сегодня второй раз я нанесла эту маску. Уже промывала ее, я не знаю, минут 5, наверное, я лила воду на волосы. И, слава богу, все промыло, все хорошо. Теперь очень интересный эффект от этой маски. Такое ощущение, что ты нанесла бальзам на волосы. Первый раз я использовала маску в тот день, когда я покрасила корни. И обычно после покраски корней я, когда мою голову, вот в этой части, поскольку здесь все свеже-свеже выжженное, да, аж вот так вот не сделает руками, все путается настолько, то есть там вообще как копна сена вот здесь вот у корней. А когда я нанесла эту маску, я удивилась, что мне даже не надо никакого бальзама. Вот не знаю, чем это объяснить, но волосы реально более гладкие и меньше испачкались. Обычно у меня к концу второго дня, я мою голову через день, к концу второго дня уже ужас на голове. Вот, а здесь я до вечера практически доходила вообще с нормальной головой. Вот это меня удивило. И еще один такой нюансик мне подсказала моя Ирина. Она, когда на маску, маску разогревающую наносит на корни, на концы она наносит, ну, какую-то, да, питательную, там, ну, какую-то ухаживающую маску именно для концов. И вот 10 минут со всем этим замотанным там на голове ходит. Вот я сегодня этот эксперимент над собой провела, и эффект мне понравился. Я даже сегодня маслечком корни свои, ну, они, правда, свежеподстриженные тоже, корни ничем, за ними ничем не ухаживала, кроме маски для блондированных волос. Вот у нас в серии эксперт. И волосы меня сегодня мои прям устраивают. Так что резюме какой. И шампунь очень мягкий, кстати. Вот шампунь дает тоже такую мягкость, что даже на моих выжженных, мелированных волосах можно не пользоваться бальзамом. Но я им все равно пользуюсь, просто потому что это облегчает укладку. Вот. Но, несмотря на то, что он вообще не заявлен, ни два в одном, никак, у него очень хороший, он очень хороший, он очень мягкий. А у шампуня какой нюанс? Здесь всего 150 миллилитров, то есть я им каждое мытье головы им не мою, мне его прям жалко. Через раз стараюсь. Вот. И его очень сложно выдавить. Вот этот бутылек, он очень-очень жесткий. То есть тут вот прям надавить некуда. И кажется, что его ненадолго хватит. На самом деле его нужно в два раза меньше по количеству, чем какого-либо другого шампуня. По крайней мере, когда его наносишь небольшим количеством на голову, начинаешь растирать, кажется, что маловато. Но вот в этот момент не надо добавлять еще порцию. Вы прям постарайтесь разнести на всю голову, и вы увидите, что он все больше пенится, пенится, пенится и пенится. То есть в два раза меньше нужно, чем какого-то другого шампуня. Ну что еще? Всего два средства. Я уже 10 минут вам что-то тут рассказываю. Наверное, надо завершаться. Если есть какие-то вопросы, пишите. Ну, вроде, все вам рассказала. Шампунь прозрачный. Немножко желтоватого такого цвета. Прозрачный. То есть в нем диоксида титана нет, который у нас дает белесость. А маска белая. Я даже сейчас не буду вам ее открывать, потому что опять все себе разогрею. Ну все, всем большое спасибо, что меня смотрите. С вами была Соловьева Марина. До новых встреч. Пока.